здравствуйте здравствуйте мы сегодня вам будем рассказывать про мормонов кто это такие кто нас окружает какие они и в общем то самые интересные факты о них да ну вначале как обычно историческая страничка то есть мы рассказываем про мормонов потому что штат юта это вообще сердце мормоновского движения и штаб квартиры и всего прочего если углубиться немного в историю во главе этого движения в принципе стояли две самых знаковых фигуры это джозеф смит и брингам ян один собственно основатель который увидел 14 лет какое-то невероятное видение где ему было сказано что нынешние все религии это не то вот так надо сынок надевай там какие-то специальные очки читай какие-то золотые листы и неси это все людям ну в общем он так и сделал прожил при этом недолгую жизнь что-то около 35 или 8 лет но сами видите чего сотворил и преемником его был брингам ян который собственно благодаря ему вот мы все здесь и сидим потому что он основал salt lake он вообще как бы организовал штат юта привел сюда вот этих так называемых пионеров которые такие постояли посмотрели сказали this is the place и решили здесь жить а он организовал университет который является даже очень престижным в софт-лэк-сити и в нем также действуют скидки на обучение для мормонов например если вы захотите учиться там то не мормоны платят 40 тысяч долларов а мормоны всего 10 тысяч таким образом явно видите преимущество религии да в общем это очень такой знаковый мужчина у которого было какое-то невероятное количество жен и он с ними со всеми сюда приехал основным наверное таким еще что касается справочной информации вместо мормоны почитают как бы библию но у них есть книжечка мормона который так скажем подписаны все поправки к библии что там не так трактуется и написано как бы на новый лад но тем не менее они веруют в христа там не на новый лад не совсем просто у них добавлены еще дополнительные книги так скажем есть евангелие от матфея от луки но есть еще дополнительные такие вот евангелие от пророков мормона как раз таки который явился этому товарищу дополняют в общем то такие так как в конце дипломной работы с носочки там с циферками чтобы разобраться и вместо крестов на их церквях находится золотой мальчик который дудит в золотую трубу это такой символ который якобы вот что в последние дни там перед страшным судом когда всем надо будет взбодриться этот мальчик действительно живет и задудит в общем как то так кто такие мормоны наверняка вы все их знаете и видели еще помню в волгограде у нас были мормоны которые приходили как-то к нам и рассказывали о том что можно посетить их английский клуб изучать с ним английский играть волейбол ну и приходить на службу если кто хочет вот и помню даже в волгограде я ходила к ним пару раз вот изучала английский очень приличные люди очень веселые доброжелательные собственно мы потом москве несколько раз к ним ходили в разговорный клуб да евгений было дело там тогда всем там-то нас и задербовали да но приличных людях это в общем то хорошо поговорим о неприличных людях население юты ну а ну как так позиционируется как будто сто процентов мормонов здесь живет нет не так некоторые городки есть в юте да где там 90 процентов просто то есть мормоны купить там кофе или пиво это будет большая проблема salt lake около 50 процентов но что интересно на втором месте как обычно идет по религиям это стоит атеизм или нет никакой веры то есть 20 по моему 5 процентов населения юта и salt lake они заявляют себя как ярые такие атеисты и это очень круто выражается в их внешнем виде то есть на фоне достопочтенных мормонов которые обычно при галстуке или очень так прилично одеты это категория граждан выделяется просто дико своим видом розовыми зелеными синими волосами бесконечным количеством татух и всего то есть это люди которые хотят чтобы их просто за километр видели и понимали что перед ними ни в коем случае не мормон и такие еще бывают товарищи из бывших мормонов то есть которые где-то там перекрутили в детстве там или в юности они отреклись от этого всего и тоже начинают себя покрывать различными цветами петухами и вензелями и в общем таким образом заявлять что назад пути нет по поводу внешнего вида у мормон есть правило плечи всегда должны быть закрытыми как у женщин так и у мужчин поэтому в общем то сегодня я оделась как раз по этикету да и желательно конечно чтобы была какая-то юбка которая закрывала так скажем может быть даже колени в лучшем случае ну да это не обязательно здесь принято держать да как бы марку достаточно высоко всем своим видом показывая вот дресс-код да в продолжении значит плохих и хороших да то есть у мормонов тоже есть некоторое такое подразделение на 2 таких категорий есть вот просто реально такие хардкор мормоны которые там знают книгу наизусть на всех языках съездили там в три миссии всегда под дресс-кода по всему то есть реально прям вот люди которых для это у них этот смысл жизни а есть такие скажем соу-соу то есть мы сами здесь слышали там от знакомых да кто местные здесь кто мормоны то есть да моя мама как бы мормон но она в принципе иногда может там выпить с друзьями бокал вина что в общем то считается она считает допустимым и нормальным но при этом там будь добр прийти в церковь заплатить там десятину из зарплаты но вот такие вот отклонения так скажем от средней какой-то нормы они присутствуют надо сказать что у мормонов есть особая бескофеиновая диета то есть если ты принадлежишь к этой церкви то ты обязан не пить ни кофе ни чая то есть ничего содержащего кофеин плюс сигареты да конечно сигареты алкоголь все это запрещается даже на территории университета бренгем янга там недавно открыли по моему какой-то ларёчек кафетерий какой-то скромный и в общем-то если ты мормон то туда ни ни твой бач не сработает видимо да то есть даже если в вине нет кофеина пить его нельзя этим-то и вызвана наверное вся вот алкогольная так скажем политика штата то есть liquor store отсутствие алкоголя магазинах чтобы не искушались вот иди раз ты такой вот нехороший иди свой liquor store и вот смотри на таких же разлагайся вместе с ними там социально но есть другая сторона медали юта считается одним из первых мест по уровню потребления антидепрессантов и препаратов уменьшающих боль таким образом люди используют препараты медикаменты для того чтобы каким-то образом снять стресс напряжение напряжение и в общем-то да иногда становятся зависимы от этих препаратов вот поэтому в юте очень распространено такое явление как продажа перепродажа лекарств рецептов и в общем-то злоупотребление нехорошим социальным элементом вот что еще из интересных таких особенностей или стереотипов которые мы вот привыкли слышать о мормонах это наверное две таких вот вещи это то что многоженство вот да многоженство было многоженство было отменено на уровне штата официально немногим более чем сто лет назад где-то там 1900 каком-то десятом году до этого действительно доходило до сумасшествия просто там до 15-20 жен строились огромные дома с несколькими входами то есть с отдельным входом для каждой жены и сейчас даже если пройтись по некоторым улицам где стоят старые дома то есть прошлого позапрошлого века можно увидеть что есть несколько дверей в дом то есть это не front door там и backyard а это несколько входных дверей для каждой жены что то интересно и второе то что все мы слышали и до сих пор это правда то что крещение умерших людей то есть они могут тебя как бы там не знаю уже по своей воле по воле твоих родственников обратить в мормонство покрестить уже после своей твоей смерти но так делают они не во всех случаях в том случае если ты испытывал интерес к этой религии и в общем-то был уже готов вступить в нее но не успел потому что умер только тогда тебя могут покрестить но как бы это не значит что всех умерших людей это да но я слышал что если родственники могут написать какое-то письмо что вот просьба товарищ да хотел но вот не смог то могут по просьбе других людей то есть такая процедура есть и я думаю неспроста на самом деле вот эта библиотека семейная формируется с кучей записей на просто все население соединенных штатов мне кажется в один прекрасный день там нажмут контрол а выделить все и крестить всех и третье на что интересно это прикрещение совершается такой же обряд на какой-то омывение бассейн вода ты также выбираешь себе секретное имя по которому вот ты там к тебе будет обращаться твой там голос свыше или кто-то то есть его не разглашаешь никому то есть помимо своего мирского имени у тебя появляется еще такое секретное имя вот для посвященных